Греется животинка. Ну она холоднокровная и не важно набирать энергию. Ну вот интересно, даже дети знают, что хладнокровным животином важно набрать энергии, погреться на солнышке, чтобы стать шустрыми и активными, в школе рассказывают. А мало кто задумывается, вообще говоря, зачем становиться теплокровными и активными. Это на самом деле гораздо такой неочевидный вопрос. В смысле, зачем активными? Зачем становиться теплокровными, чтобы стать активными? Почему нельзя стать шустрым и активным, будучи хладнокровным? Так, потому что это зависимость всегда от того, что вот нагрелся, тогда только активный. А если не нагрелся, то и хрен. Так. Вот. С этого момента поподробнее. Почему, если не нагрелся, то не активный? Потому что энергии нет. Ну, нет, тут как бы не совсем та же аналогия, не совсем прямая, с там, броуновским движением молекул и так далее. Зачем становиться теплокровным, чтобы стать активным? Это очень неочевидный вопрос. Я понимаю, что того, кто этот вопрос ставит, вообще на него смотрят, как на полного придурка. Ну, понятно же, что что-нибудь теплокровнее, тем активнее. Но почему? Откуда взялась эта зависимость? А зависимость эта напрямую еще идет с очень древних времен. Как ты помнишь, мы все вышли из Асгарда и являемся потомками Асгарда еды, многие из которых были экстремофилами. И оптимум работы большинства древних белков как раз около 40 и даже чуть выше градусов. Поэтому необходимость становиться теплокровными, это как раз еще идет от того, что наши очень далекие предки пережили метеоритную бомбардировку Земли. И, соответственно, выживали те, кто запрятался поглубже там, где довольно тепло и горячо. И нынешний эвкариотный мир, все вот эти растения, животные, грибы, мы по меркам наших далеких предков, мы довольно специализированы к холодным условиям. И, соответственно, бытность теплокровным, это попытка на уровне организма вернуть клеткам оптимум вот этой самой работы самых древних белков. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!